всем привет в этом выпуске я хотел бы поделиться с вами несколькими необычными местами в которых мы побывали первое место природный бассейн где можно круто покупаться в кристально чистой океанской воде порох магмы в виде бассейна второе место это пляж с удивительно красивой горой скала которого свисает над подбережьем необычных желтых оттенков третье это долина маска самое большое ущелье на острове тенерифы приятного просмотра и не забудьте поставить лайки приехали мы на дикий бассейн дальше короче не подъехать машину там оставили вот эта трасса и надо чуть пешком будет пройтись по дороге и кактусы растут не знаю тут какая-то теплица кактусы тут прям вообще как мексики калинчик бежит впервые всех да да молодец одно из природных чудес острова тенерифы уникальные природные бассейны они возникли в результате извержение вулканов потоки лавы спускались к волнам океана и застывали образуя причудливые формы от дороги к бассейнам придется пройтись минут 15 также любители дикого отдыха в ущельях разбивают свои лагеря дороги советую сделать несколько крутых снимков на фоне застывшей лавы большинство природных бассейнов представляет собой небольшую бухту наполненную прохладной морской водой вот океан его воду намывает свеженькую тут уже глубоко первый который я показывал там более детский дети купаются тут уже по джек специальный мостик сделали прыгать и люди так и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Поплавал я еще в маленьком бассейне Да, конечно, снимать неудобно Ты вроде ногами дно видишь Да еще и опасно Я без аквабокса Под водой снимал И поплавка нету Камера может Тут переживаешь за камеру Тут смотришь ногами негде стать Вода бурлит И самому налыгнуться там хорошенько Ну, конечно Красота того стоит Вот как оно выглядит Вот вроде Все на виду Вроде стать и стоять Я вот там на верхушке одной стоял Ногами чуть-чуть ниже Вообще не доставал Я не знаю, сколько тут метров Метр 3-4 точно Ну, а так на вид Как будто можно пешком ходить И вот там еще плюс Когда волна проходит Набирается он оттуда изнутри Вот так бурлит И тебя еще уносит в разные стороны Да, опасно, но классно Так, после дикого бассейна Не накупались мы Хотели еще что-то Где-то покупаться С красивым видом Рядом 10 километров от пляжа Есть Плая Амарила Это Плая, я так понял Это переводится Пляж Амарила Называется Сейчас идем к нему Мы уже приехали Я не знаю Камера это передает Это все Но хотелось Так, вот такой путь у нас Мы хотим туда добраться И там может постоять Посмотреть Но перед этим Надо со ступенек спустились И по камням надо идти Не очень удобно А вот тут такие ярусы В них люди сидят Селят себе И балдеют, загорают Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Пляж Монтана Амарила Подходит для тех Кто умеет хорошо плавать Иногда волны такой силы Что вы просто не сможете выйти из воды Мы приехали также сюда Для выбора локаций для фотосессии И не прогадали Через пару дней Мы приехали уже утром И сделали крутые снимки на память Так, едем мы в долину Маска Посмотрите какая красота Ну что, поздравьте меня с первым штрафом На Тенерифе 150 евро штраф За превышение скорости Надо было ехать 80 Я ехал 115 Ну офицер меня понял Сказал, что Мы понимаем Я говорю, это первый раз у меня такое Мой навигатор показывал Мне разрешение 120 А знаков куча натыкано И я не разобрался Он говорит, мы все понимаем Ну 150 евро, пожалуйста, оплатите Ничего страшного Катайтесь, можете 200 Мы еще раз вам дадим Ну такие парни нормальные С пониманием Ну ничего, будет не урок Это хорошо, что так Так что будем теперь ездить осторожно Ну ничего Настроение пока не испортилось Такая красота Алина, покажи Так, нас просят убрать машину Потому что мы переварили Будем ехать дальше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Решили мы сделать перекур по серпантину То, что это реально страшно Алина кричит Сейчас буду рожать Давай тормозить, перекуривать Ну действительно Тут получается Гляньте, какой вид Алина трешки нервничает Алина трешки нервничает Это мы вот так Вот так И у DimaTorzok Суть в том, что Очень-очень Дороги узкие И очень тяжело Машинам разминуться А когда едут еще автобусы Или Внедорожники большие Это вообще ужас Есть немного карманов Для того, чтобы спрятаться Чтобы машины пропустить Разминуться Но тяжело Деревня Маска Насчитывает чуть больше 100 жителей Находится прямо в горах На высоте 600 метров Возможно Об этом месте Так бы никто не узнал Если бы именно здесь Не располагалось Вход в знаменитые ущелья Что интересно До 60-х годов Прошлого века Здесь не было даже света Не говоря уже О каких-то других Более современных удобствах Ситуация изменилась Слева Как от соседнего городка Сюда проложили Узкую и невероятно Крутую дорогу На которой с трудом Смогут разминуться Два автомобиля На сегодняшний день Основным занятием Коренного населения Является сельское хозяйство И обслуживание людей Совершающие походы По ущелью В связи с этим На территории Маска Есть несколько туристических Магазинов И пара небольших ресторанчиков Предлагающие Испанские блюда Главной же достопримечательностью Этого места Является дрение церковь Напоминающая имбирный пряник И огромное столетнее дерево Которое в былые времена Служило место сборов пиратов Служило место сборов Интересный факт. С ущельем Маска на острове Тенерифе связано немало легенд. Согласно одной из них, именно в этом месте испанские пираты прятали свои сокровища от местных жителей инконкистадоров. Правда это линиев точно неизвестно, но с тех пор его стали называть тиранским. А еще на въезде в деревню находится ростовная смотровая площадка, в которой отсылается красивая панорама на саму расщелье. Горы Озгий Аттис, Атлантический океан, Джорст Росплавния. Так, ну пришли мы к входу в ущелье Маска. Ну, сегодня я вижу там, он висит. Сегодня перекрытый, наверное, вход. Люди вот сидят на смотровой площадке. Он идет вот так и вниз. Вход открыт только по выходным. Ну, если честно, мы и не собирались туда спускаться, потому что это тяжело очень. Не в нашем положении. Ну, мы спустились на смотровую площадку. Может быть, как-нибудь в следующий раз и туда спустимся. Ну, обещают, что там очень красиво, конечно. Ну, жаль, мы там не побываем. Ну, ничего, мы сходили много где. Сейчас немного отдохнем, полюбуемся видами.